Пророки и экстрасенсы Вопрос должен быть задан Кто создал дары? Видимые дары? Писание говорит нам, что Бог это сделал Вообще, Писание конкретно говорит, что Иисус сотворил все Он полностью Бог И Он сотворил все Из ничего И совсем из ничего Как я уже упоминал, всякое даяние доброе и дар совершенный приходит от Бога И Божьи дары оперируют через Дух, потому что Бог есть Дух Является ли Сатана творцом? Нет Но Он поддельщик Он берет вещи и подделывает их под оригинал Вы знаете, что фальшивые деньги выглядят как настоящие Мы также узнали, что дьявол не знает будущего Потому что если бы он знал Он никогда не впал бы в бунт изначально Потому что он знал бы, что проиграет Поэтому если действительно сделать шаг назад и внимательно посмотреть, что это значит Когда люди думают, что Сатана знает будущее То люди говорят эти, что Сатана знал, что он проиграет и сделал это по-любому Что практически является бессмыслицей Сам Сатана является сотворенным существом Его сила ограничена Его власть больше не существует Потому что Иисус сказал, что вся власть дана Мне В Матфея 28 Я думаю, в районе 19 стиха Сатана не может творить Он может только подделывать из того, что уже было сотворено Когда ты что-то подделываешь Практически ты крадешь у оригинала И в ваших заметках Страница 52 У вас есть разница между творцом и подделщиком Маленькая табличка Вы сможете ее сами прочитать Дьявол не является вездесущим В один момент времени он может находиться только в одном месте Поэтому, когда вы помогаете какому-то человеку получить освобождение от демонической зависимости Скорее всего, вам не нужно изгонять сатану из этого человека Может быть, вам нужно будет разбираться с бесами И этому бесу сказать покинуть человека Если человек не является антихристом Скорее всего, сатана не будет в него вселяться Потому что он может быть только в одном месте в мире в один момент времени То есть, если только этот человек не является очень важной фигурой во всех вот мирских Скорее всего, это не сатана Его бесы, да Поэтому, когда вы разбираетесь вот с духовными проблемами у людей Пожалуйста, пользуйтесь правильной терминологией То, что сатана хочет, чтобы вы сделали Это поклонялись ему Он хотел этого с самого начала Он хотел восстать выше Бога, чтобы Бог поклонился ему Он сказал Иисусу после сорокадневного поста Помните, он взял Иисуса на высокую гору И показал ему все царства мира И сказал, если ты поклонишься мне, это все передам тебе Поклонись мне Он хочет, чтобы мы ему поклонялись Римлянам 1 Говорит нам, что когда мы поклоняемся тварей вместо Творца Заканчивается тем, что мы поклоняемся сатане Потому что он является тварью, то есть тем, кто был сотворен Поклонение сотворенным вещам твари Сделает так, что мы будем поклоняться меньшим силам Делая это Мы дела Божьи как бы приписываем творению Как раз этим и занимаются экстрасенсы, ясновидящие, New Age и так далее Вот, что я хотел бы, чтобы вы сделали Я хотел бы, чтобы вы разделились на группы по пять человек Ну, или по шесть Или по четыре Я такой более свободный в этом упражнении Пожалуйста, прочитайте Исход седьмая глава С восьмого стиха По одиннадцатую главу Десятый стих Там будет описано Как Моисей столкнулся с волхвами фараона Исход семь-восемь Девять-десять Здесь, вот у него в конспекте ручкой зачеркнута И написано, что одиннадцать-десять Поэтому зачеркните у себя ручкой Это была опечатка в английском оригинале Поэтому вычеркните девять-десять И напишите одиннадцать-десять Хорошо Вот это весь кусочек из Библии, где разбираются Моисей и язвы, которые обрушились на Египет И пожалуйста Ответьте на вопросы на странице 53-й в вашей рабочей тетради Второе Тимофею 3.8 Говорит нам имена двух Волхвов фараона Одного звали И они, да, и это означает Вводить в соблазн Второго звали и Амврий Это означает такой пенищийся лидер Мне кажется, эта опечатка нужно было написать пенищийся целитель И в принципе, эти два имени очень описывают то, какими они являются Люди, которые впадают в такого рода псевдодуховность Псевдодуховность Я бы сказал, что это религия души, душевность Потому что истинная духовность может прийти от духовного И есть единственный истинный дух, это Бог Наш враг хочет, чтобы другие вещи казались духовными Поэтому он пытается как-то замаскировать это под духовную деятельность Но реальность состоит в том, что это душевная деятельность И так вводить в соблазн Обольщать Это как бы означает навести чары на кого-то Создать атмосферу Где человек теряет рассудок Он не здраво не мыслит И пенищийся целитель Это означает, что все это выглядит так, что там что-то есть Но когда ты наступаешь на это или касаешься этого Это все рушится, знаете, как пена Она, раз ее коснись, она такая падает И именно таким образом все это и есть в Нью Эйдж Только наступи на это, и оно рушится Выглядит так, что там есть и масса, и размеры Но оно пустое, и в нем нет жизни Давайте же ответим на вопросы Бросали ли вызов Моисею, Волху и Фараона? Почему это важно знать? Потому что важно, чтобы вы поняли Что враг будет использовать людей с ограниченной силой, чтобы бросить вам вызов Это происходило с Моисеем И это происходило с большинством пророков Писания Будь то и Эзекиил, и Еремия, или Исаия Какие чудеса волхвы смогли совершить? Превращали ли они воду в кровь? Да Могли ли они повторить нашествие жаб? Да Нашествие мошек на людей и скот Не могли Тут написано даже вошек А как насчет мух? Уже не могли Как насчет муровой язвы на домашнем скоте? Нет Воспаление с нарывами Что произошло с волхвами, когда Они же тоже заболели? Как насчет града? Не могли сделать и этого Как насчет нашествия саранчи? Нет Как насчет тьмы? Нет Как насчет смерти перворожденных? Нет Сколько из десяти знамений Могли повторить волхвы фараона? Три Точно Для вашего собственного изучения Вы найдете, что каждый из этих язв Противостояло каким-то религиозным убеждениям египтян Когда вы будете это изучать Например, что касается крови Касается жаб Касается мошек И так далее Вы узнаете Что во что-то верили египтяне Они верили в десять вещей в их религии было Также есть десять заповедей И что каждая из заповедей Применила против какой-то из язв Просто если вам хочется дополнительно поизучать Поизучайте, что представляли из себя эти язвы И узнайте, какая заповедь относилась к каждой язве Почему они поклонялись вот этим мошкам Почему они поклонялись жабам Я вам дам намек Лягушки представляли собой сексуальные заблуждения Извращения Можете прочитать десять заповедей Поизучать эти язвы И таким образом увидеть, что Бог обращался Он обращался к египтянам В то же время он обращался к израильтянам Но израильтяне являлись Божьим приоритетом, конечно И мы увидим, что десять заповедей были даны Израильскому народу Чтобы противостать этому образу жизни Египта Дальше у нас будет внеклассная деятельность Домашняя работа для вас Я не буду все читать, потому что оно само за себя говорит Но практически то, что нужно будет сделать Нужно выбрать какую-то семью в вашей церкви И попросить у Бога, чтобы Он дал вам слово для них И, пожалуйста, задействуйте в это Какого-нибудь из лидеров вашей церкви Или вашего пастора Чтобы Он помог вам выполнить этот процесс Если вы ходите в церковь Которая не верит в пророческие дары Или вы ходите в церковь Но у пастора не будет времени помочь вам с этим занятием Попросите Его назначить Или там Ее, если у вас женщина-пастор Какого-нибудь другого лидера У которого будет время помочь вам Если у вас не будет вокруг никого Но вы знаете кого-то, кто был с вами на этом курсе Попросите их помочь вам, чтобы они сделали с вами это задание На следующей страничке У вас 54-я Вы увидите таблицу Вы будете выполнять задание Вы запишите то, что Бог вам дал Вы ответите на все вопросы, которые здесь заданы You're to give yourself a score or a mark On how well you did Вы, пожалуйста, сами себя оцените One would be not very good По табличке То есть один — это низшая оценка And up to ten would be excellent А десять — это отлично Десять — это вообще лучше не бывает Большинство людей Пишут где-то четыре, пять или шесть Поэтому не расстраивайтесь, если у вас не получилось совершенства Мы практикуемся И чем больше мы это делаем, тем сильнее мы становимся Потом, видите, в таблице колоночка «Оценка лидера» То есть помогающий вам лидер должен будет оценить вас по всем этим вопросам И затем на последней страничке этого задания, 55-я страница Там рассказано из этого задания, вы узнаете следующее Опять же, не буду все это прочитывать Вы можете это сделать Хорошо? Опять же Вы примете от этого курса столько, сколько вы вложите Чем больше вы делаете домашние задания Чем больше вы делаете внеклассные задания Тем больше вы будете расти в вашем даре Мне понравилось, когда я сегодня спускался с лестницы И я видел уже, как многие упражнялись Для меня это было большим ободрением Ну хорошо Следующий наш урок Сравнительная характеристика особенностей левой и правой модели Это страница 56 в ваших рабочих тетрадях Левая модель Левая сторона головного мозга Как открыли ученые Является более логичной стороной нашего мозга Более упорядоченной Систематической в мышлении Строит структуру Это та сторона, откуда выходит теология Есть только одна проблема Пророческое служение Активизирует правую сторону мозга Которая высоко субъективна Беспорядочно Это, знаете, в некоторых проигрывателях компакт-дисков Есть такой режим Проигрывать в беспорядке То есть песни первая, пятая и так далее Никогда не знаешь, что будет дальше С левой стороны У вас есть порядок Пункт номер один Два А А Б С В Пункт номер три А Б В С правой стороны Такое ощущение, как будто у вас только что подушечный бой произошел И там в подушке были перья И она разорвалась И вы пытаетесь из воздуха эти перышки обратно запихать в подушку Никакого порядка в этом нет Ни у кого из вас не было таких переживаний? Вы все полны логики? Я так и знал Мы оба знали, я и Бог Итак, что же есть у ученых-докторов с левосторонней моделью? Они вербальны Другими словами используют слова, чтобы называть, описывать и определять вещи Правосторонние люди Невербальные Используют картинки Ощущения Для описания чего-то увиденного Образы Вот как думают правосторонние люди Думают картинками Вот вы приходите к вашему пастору И говорите, пастор, я такое видел Я видел вас, как человека на острове И вы сидели под тенью пальмового дерева И вокруг вас были опасные вещи Тигры и змеи Но вы сидели такой спокойный и собранный Потому что вы знали, что Господь с вами И вы собирались разослать это послание по всему миру Есть только одна проблема Левосторонние люди Сказали бы это таким образом А на острове был человек Рядом с ним был тигр, а он даже внимания не обращал Бывает же такое неразумие Более того, там также была змея Которая собиралась его атаковать А он даже не замечает этого Он был настолько увлечен тем, что он делает Что не заметил окружающие его опасности Какая печальная история Левостороннее восприятие Правостороннее Левосторонний человек использует слова для описания Правосторонние картинки Левосторонняя модель аналитическая Люди стремятся выяснить вещи Шаг за шагом, часть за частью Но правосторонние люди Синтетически То есть они мыслят цельными кусками Вам наоборот сначала хочется увидеть все А потом разбивать на мелкие кусочки Левосторонние люди Конкретные в мышлении Они смотрят на вещи так, как они есть в настоящий момент Человек на картинке неразумен, потому что не обращает внимание на тигра Но правосторонние люди Имеют тенденцию быть символическими Они смотрят на картинку и видят, что это не значит, что человек не обращает внимание Это значит, что он полон веры То есть они смотрят на символику Вместо того, чтобы смотреть на логику Люди с левосторонней моделью абстрактны Они могут взять часть информации И из этих частей составляют По этим частям определяют целое А правосторонние люди аналоговые Они видят сходства между вещами Понимают метафоры Левосторонние люди Замечают время Они делают первые вещи Они делают первые вещи Первыми, вторыми, вторыми и третью, третьими Правосторонние люди Невременные У них обычно бывает больше беспорядка в комнате Шкафы, в которые лучше не заглядывать У них есть привычка постоянно опаздывать Да, я вижу, что многие из вас На правостороннюю модель Похоже Левосторонняя модель Рациональна Способность приходить к заключениям Основанным на доводах и фактах и цифрах Правосторонние люди Интуитивные Нерациональные Им не нужны какие-то факты и доводы Они готовы свои суждения Не на здравом смысле, а на метафорах построить Левосторонние люди Цифровые Они обожают цифры и математические уравнения Правосторонние люди Более пространственные Они видят вещи в связи с друг с другом И видят красоту, как все это вместе складывается Левосторонние люди Логические Они строят заключения, основанные на логике А правосторонние люди Более интуитивные Они часто делают Такие шаги проницательности Основанные на неполных моделях Предчувствиях Знаете, там Мне один пастор однажды рассказывал Пасторы Печально известны Левосторонней моделью Логическим мышлением Упорядоченностью И вот один пастор мне рассказывал Я хочу начать еще одну церковь В городе Рядом с нашим городом И мне приснился сон Что здание летело в воздухе И приземлилось прямо передо мной Выглядело оно похожее на здание церкви Все белое Но у него были такие ангельские крылья И так забавно То, что Я обычно пишу, что это за здание Было написано имя города Как ты думаешь, это означает, что мне нужно переехать и начать церковь в 20 милях отсюда? Я посмотрел на него И говорю, брат Я всю свою семью перевез через все Соединенные Штаты По откровению, гораздо меньшему, чем это И это то, о чем я говорю Логический разум говорит Так это же был только один сон Пророческий разум Говорит, мир может измениться от одного сна А разум пастора Говорит Это же был маленький сон Я не слышал, чтобы Бог говорил мне туда ехать Пророческий разум говорит Так почему же тогда название города было написано на этой церкви? Пастор говорит Может быть, Бог собирается начать церковь в этом городе Там же не говорилось, что это буду я Пророк говорит Ну, если бы это был не ты, то почему тогда это перед тобой приземлилось? Пастор говорит Не, ну может быть, я просто шел по улице и так вот получилось Пророк говорит Понимаете, да, о чем я говорю? То есть нам нужно распознать То, что пастора и пророки думают по-разному И для того, чтобы мы могли реально общаться Нам нужно иметь это в виду То есть нам нужно передавать человеку информацию с пониманием того, что он услышит в том, что мы будем ему говорить Давайте посмотрим У меня к вам вопрос Посмотрите, пожалуйста, на слайд Это пожилая женщина или молодая? Все, кто думает, что это пожилая женщина Я знаю, некоторые из вас говорят, а что если это обе? Если вы думаете, что это обе, то тоже встаньте Вот что я хотел бы, чтобы вы сделали Посмотрите вокруг Все те, кто не стоит Пожалуйста, скажите им, почему вы видите Там пожилую женщину Кто у нас стоит? Объясните им словами Пожилая женщина Молодая женщина Пожилая женщина Видите? Челюсть молодой женщины Является носом пожилой женщины Рот пожилой женщины Является ожерельем молодой женщины И ухо является глазом Ухо молодой женщины Является глазом пожилой женщины Почему я предложила вам это упражнение? Потому что вам нужно картинки доносить словами до пастора Позвольте еще раз вам это сказать Вам нужно брать картинки И доносить словами до вашего пастора Чтобы он понял, что вы видите И точно так же, как вы проделали это упражнение здесь Вам нужно будет объяснить вещи Своему пастору, чтобы он понял Своих рабочих цитратках У вас там тоже есть некоторые объекты У вас есть человек, который стоит кверх ногами И у вас есть чаша Я хотела бы, чтобы вы нарисовали в двух квадратах, расположенных ниже То, что вы видите наверху Почему я хочу, чтобы вы это сделали? Я хотела бы, чтобы вы нарисовали чашу А, и когда будете ее рисовать, переверните ее кверх ногами Чтобы вот эта большая часть была внизу, а маленькая вверху Потом я хочу, чтобы вы взяли человека И оставили его кверх ногами Не переворачивайте его Нарисуйте его кверх ногами Почему я хочу, чтобы вы это сделали? Потому что это поможет вам развить правую сторону мозга Если вы будете их рисовать оба стоящими По-нормальному вы будете рисовать логикой Но если рисовать кверх ногами Вы будете рисовать картиночным языком Вы используете правую часть мозга для картинок, а левую для логики И это упражнение можно делать много раз Копируя какие-то вещи из журналов, ну, картинки Если вы будете рисовать их кверх ногами Вы не будете рисовать их с применением логики Будет развивать ваше правое полушарие Давайте вам пишем Амэнда? Гоэй амэнда? Гоэй амэнда? Гоэй амэнда? Гоэй амэнда? Продолжение следует...